Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Здравствуйте. Вопрос есть. Представьте, пожалуйста. Так, значит, записывайте. Ольга Викторовна, Паук. Слушаю вас. Вопрос. Я вижу, что вы как бы имеете компетенции в высшем, послевузовском, среднем, специальном, то есть послешкольном образовании. И у меня вопрос. В связи с сегодняшней ситуацией в стране, с внешней политикой государства. Какая ждет судьба Болонский процесс? И есть ли до сих пор у Министерства образования Беларуси продолжать встраиваться в эту международную систему образовательную? А почему у вас возникает такой вопрос и какие-то сомнения? Мы находимся в Болонском процессе? Ну, потому что не было очень много критериев по полноценному вступлению не были выполнены. Например, академические свободы, то есть студентов, преподавателей, перемещения, вот эти зачеты. Отвечаю на ваш вопрос. Мы находимся в Болонском процессе. Никаких иных изменений не планируется. Если вы видели, изучали, смотрели кодекс образования, вы видели, какие там вносятся изменения. И в первую очередь, любая страна, находящаяся в Болонском процессе, свои национальные интересы, в том числе и в системе образования, защищает. Поэтому и в Болонском процессе каждый из стран идёт по своему пути, сохраняя свои особенности системы образования, сохраняя лучшее в ней, но и приумножая с учётом опыта других стран. А вот вы говорите про национальные интересы. А вот в связи с принятием нового кодекса, какой у нас сейчас национальный интерес? Ольга Викторовна, вы позвонили, я понимаю, вы позвонили на прямую линию, я так понимаю, что в соответствии с обращением граждан. Есть какая-то личная у вас проблема, сложности какие-то? Я готова вас услышать. Вы задаёте очень общие вопросы. Хорошо, моя личная проблема такая. Я, например, писала запрос по поводу того, как быть мне рядовой гражданке с изменениями в кодекс, куда их нести, где можно было это обсуждать, где были вообще повешены какие-то анонсы. Ольга Викторовна, значит, кодекс сейчас находится в парламенте. Первое чтение кодекса уже завершилось. В первом чтении, да, совершенно верно. Поэтому в парламенте находится, можете обращаться. Но смотрите, в статьях, в государственных газетах пишется о том, как активно проходит сейчас обсуждение изменений. И на базе каких-то там учреждений проходят они, но никак найти те места, где можно обсудить это невозможно. То есть уже все делается постфактум, и министерство не дало конкретного ответа по поводу того, где взять... Ольга Викторовна, это не совсем так. Активно проводились диалоговые площадки, обсуждение было очень открыто. А кто был привлечен кодекс? Кодекс находился на сайте министерства образования, и все желающие могли внести свои предложения. Поэтому никакой закрытости в обсуждении кодекса не было. Поэтому и сейчас продолжается, и информирование очень активно о тех изменениях, которые планируются в кодексе. И это обсуждается, и парламентские слушания планируются в парламенте. То есть все открыто и гласно. Конечно, продолжаются диалоговые площадки, и сейчас продолжаются. А вот эти заявления... Совсем проводятся встречи с педагогами, с профессиональными преподавательским составом, с студентами, Ольга Викторовна. А как могут участвовать родители? Точно так же и родители могут участвовать в диалоговых площадках, которые... Но как на них попасть? То есть вот когда была встреча недавняя, тоже по обсуждению, то люди, которые на ней присутствовали, сказали, что они получили это приглашение лично. То есть и никаких... Ольга Викторовна, я понимаю, у вас есть какие-то предложения в кодексе? Да, есть. Вносите. Куда? Вот куда мне сейчас пойти с ними? В министерство образования можете вносить. В каком формате это можно сделать? В любом. То есть на электронную почту прислать, например, либо принести? На электронную почту, конечно. Конечно, конечно. И то есть оно будет принято и рассмотрено. Хорошо. И последний вопрос по поводу вот этих громких заявлений, которые были в государственной прессе, что родителям нечего делать в образовательном процессе, что их, в общем-то... Это не совсем так. Если вы посмотрите в кодекс, то в новом кодексе образования сохраняется право, оно и было это право, и сохраняется право родителей знать, каково содержание образовательного процесса, как осуществляется образовательный процесс. Просто порядок этой процедуры будет определен учреждением образования. Вот и все. А это какое изменение произошло? То есть станет сложнее получить это право? Нет. Просто будет определен порядок, как это делать, куда должен обратиться родитель, кому, как процедурно это все организовать. Вы понимаете, что детей в классе, 20 учащихся обучаются в одном классе. У каждого родителя есть свое мнение, есть свой подход, есть свое понимание. Поэтому механизм изучения процесса, как организован образовательный процесс, как осуществляется работа, каково его содержание, будет определяться учреждением. Но это не значит, что доступность уменьшится родителей к этой информации. Точно нет. Ну хорошо. Если это так, то это прекрасно. Хорошо. Спасибо за ответ. А предложение тогда я вышлю на электронную почту. Конечно. Конечно. Оно будет принято. Хорошо. Спасибо. Спасибо.